Здравствуйте, уважаемые организаторы и слушатели! Хочу представить презентацию на тему использования местных анестетиков в период беременности. Я являюсь студенткой 2-го курса Воронежского государственного медицинского университета имени Николая Ниловича Буртенко. Первым напередом для вас стоит поговорить про состояние зубов во время беременности. Как вы знаете, беременность лица 3 триместра, каждый характерен своими моментами. Первый триместр продолжается до 12 недели. В это время происходит закладка всех основных систем и органов и стомологическое вмешательство лишнее не рекомендуется. Начиная с 13 недели, заканчиваясь на 24-й, рост и развитие заложенных структур. Это оптимальное время для лечения обнаруженных стомологических проблем. И третий триместр, начиная с 25 недели, и продолжается до момента родов. Лечение зубов в этот период сопряжено с выраженным дискомфортом для женщины и риском преждевременных родов. По возможности рекомендуется отложить все стоматологические вмешательства. Часто к стоматологам беременные приходят либо со здоровыми зубами, либо же нет. В связи с этим каждый врач обязан знать особенности триместров и когда лучше лечить зубы. И потом уже планировать беременность. Какие же причины существуют для обращения за стоматологической помощью? Более простые это стоматит и генгивит. Сложнее кариес, пульпит, периодонтит. Всегда беременная беспокоится о том, как же обезболивать, чтобы ей было комфортно и при этом не навредить ребенку. Никак не повлиять на саму беременность. Перед этим хочу рассказать, какие в стоматологии используются в целом препараты для мест анестезии. Это новокаин, анестезин, ликаин, непиевестезин, ароблок. Это торговые номинования. Существуют также моно-средства с одним веществом. Это конкретно из списка новокаин или докаин. Также используется комбинация местного анестетика и пинефрина, сосудосуживающего средства. Их комбинация нужна для пролонгирования действия местного анестетика и сужения сосудов. В стоматологии используется несколько видов обезболивания. Самые основные ходовые – это поверхностная анестезия на поверхность кожи или аппликационная и инъекционный метод использования карпульного шприца. Теперь хотелось бы делить внимание тому, чем же мы можем обезболить во время стоматологических манипуляций. Это препарат, известный по торговым наименованиям ультракаин, МНН, артикаин плюс и пинефрин. Показания к применению – это инъекционная анестезия и стоматология при проведении различных манипуляций, то есть удаление одного или нескольких зубов, препарирование кариозных полостей и зубов под коронку, операция на слизистых оболочках или кости, операция на пульпе зуба. Начало действия быстрое – через 1-3 минуты, приложительность действия не менее 45 минут до часу. Побочные эффекты – это падение, повершение артериального давления, головные боли, аритмия, аллергические реакции. Даже с официальной инструкцией про препарат сказано, что мы ему отдаем предпочтение больше при выборе местной анестезии. Конечно же, есть другие торговые номинования, чтобы беременная не переживала. Предлагаем выбор представленных препаратов, такие как, по торговым названиям, аэроблок, примакаин, убистезин, цертикаин, артифрин. Выявлено, что никакой токсичности не оказывает препарат. Процент живых беременных крыс после введения препарата было 100%. Артикаин, как большинство местных анестетиков, расширяет сосуды, поэтому его пускают в комбинации с вазоконстриктором или сосудосужащим препаратом адреналином. Концентрация последнего влияет на продолжительность обезболивания. С учетом данного аспекта, для анестезии при лечении зубов у беременных используют анестезию с концентрацией 1 на 200 тысяч. Или, если манипуляции кратковременнее, применяют анестезию без адреналина, в зависимости от того, с какой проблемой пришла беременная. Беременность – это не только время ожидания малыша, но и время, когда каждый миг становится особенным и уникальным. Врачам следует с осторожностью относиться к данной группе пациентов, но также им переживать не стоит, потому что во время беременности риски от применения анестезии при правильном подборе препарата стремятся к нулю. Беременным женщинам в избежание серьезных осложнений не рекомендуется пренебрегать консультацией стоматолога и по возможности обращаться к нему и до беременности. Очень важно довериться профессионалам, врачам, которые учтут и минимализируют все возможные риски для здоровья, подобрав безболезненный безопасный анестетик и проведя грамотное лечение. Скажу такую фразу – даже самую большую душевную радость может огорчить небольшая зубная боль. Следите за своим здоровьем. Благодарим за внимание.